Приветствую вас. Чисто функционально, я вижу здесь несколько моментов. Первое. Это то, что очевидно в брак вы хотели сбежать. Это очевидно. Вот, то есть вы хотели в браке найти что там, чего вам не хватало, чего вам не хватало, это завершенная очевидно. И вот эту мотивацию, эту тенденцию, этот стимул, если угодно, его можно постараться в какой-то степени выделить отдельно. Вот, чтобы вам было немножко легче. Дальше. Взаимодействие. Ну вот то, как вы взаимодействуете со своими родителями. То, как у вас это происходило. Вот, конечно, драматично. Безусловно. Безусловно. И на вас оказывает влияние. То есть вы говорите про, про раннего отца, про маму, которая сбежала. Кстати, вы сейчас тоже, в общем-то, хотите сбежать. Вот. И, соответственно, вот это вот то, как на вас повлияла эта ситуация с, ну, папой, например, и вообще с семьей в целом. Тоже требует своего внимания. Конечно, на вас она влияет. Вот. Ага. И последнее. Последнее. То, что вы хотите встретить любовь со своей жизнью. Но, опять же, на мой взгляд, это не случайно. То есть, в каком смысле? Да, в смысле, что вам нужно на что-то опереться. Вы вот говорите, что я чувствую в мужа неуверенность. Вот. Это правда. Это правда. В нем действительно есть неуверенность. Это правда. Но, вопрос в том, что вам как будто бы тяжело опираться на себя в этой вот ситуации. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? То есть, вы как будто бы ищете человека, на который вы хотите опереться. Вот. И адрес хотите вы потому, что вам не очень комфортно. Само собой. Вот. Наша задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы, значит, вам нужно помочь вам увидеть, в чем именно вы нуждаетесь. Вот. Чего именно вам хочется, да? Какой у вас конфликт. То есть, ну, условно говоря, что с чем конфликтует у вас. Да? Ведь вы же чего-то хотите. Ну, вы не погружаетесь, скажем так, в несколько глубже то, что вам нужно. Вот. Вы не погружаетесь в это полный мир. И психолог вам может в этом помочь. Сейчас у меня ощущение, такое ощущение есть, что вы пытаетесь сбежать. Вы бежите. Может быть, как ваша мама. А еще мне кажется, что ваш выбор мужчины чем-то был продиктован наличием отцовской фигуры. Вы бы хотели выбрать такого мужчину. Такого мужчину, который был бы безопасен для вас. Но, в итоге, оказались очень одиноки. Вы сказали, что сможем бы жить как кошка с собакой. Тоже довольно важный момент. Вы имеете в виду ссору? Вы имеете в виду конфликты? Что вы имеете в виду? Это вот тоже хотелось бы, ну, хотелось бы немножко подробно раскрыть, если это возможно, конечно, для вас. В целом, как мне кажется, вот такой ответ я могу вам дать. Вы пишите, что у меня ощущение, что я не живу своей жизнью. Это значит, что вы не слушаете свои чувства и желания. У меня нет цели. Ну, фактически, то же самое. Плюс, скорее, обецелем. Обецелем у меня еще есть. То есть, цель есть, но вы не считаете их сколько-нибудь значимыми и важными. Вот. Ну, а потребность брака. Здесь это желание себя защитить. То есть, это не опять, это потребность защиты. Вот только. А, потребность защиты – это тревожность гипотерина. Вот. А тревожность, она как-то образовывается. Вот нужно посмотреть на то, как она образуется. Я имею в виду тревожность, как образуется. Что из себя она представляет. Вот с этого момента и начнутся, мне кажется, ваши перемены, если вы готовы над собой работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь на отклик на мой ответ. Спасибо за видимость. Спасибо за просмотр!